Дай почитать. Не уснешь, пока не прочтешь до конца. Повествователь – маленькая девочка. Поэтому рассказ подкупает детской искренностью и правдивостью, ясным, незамутненным сознанием ребенка без идеологических штампов, предвзятостей и однолинейности. Панорамно, душевно и честно Стелла, так зовут нашу героиню, повествует о своей чудесной дружной семье, родителях, няне, о незабываемой теплой атмосфере, в которой она росла, как бы играя, исполненная радости и счастья. Чтение, рисование, поэзия, музыка, игрушки, прелестные наряды. Но действие книги происходит во второй половине 30-х годов XX века, во время репрессий. Как-то отец не вернулся с работы. О его судьбе близкие узнают через много лет. Он умер в магаданском лагере в 1940 году. Детство Стеллы закончилось, они с мамой, как родственники врага народа, были высланы в лагерь в Киргизию. И началась беспросветная жизнь, полная непосильного труда, унижений, преодоления трудностей, борьбы за физическое выживание, но главное – невероятного жизнелюбия, человечности, жажды добра и справедливости. Стелла повторяет «Не позволяй себе бояться» и проявляет силу духа, стойкость, смелость и веру в лучшие человеческие качества. Мы встречаемся с ней в 5 лет, расстаемся в 70, успев полюбить этого необыкновенного человека, испытывая глубокое уважение и восхищение ее трудолюбием, жизнелюбием и твердостью характера. Книга Ольги Громовой «Сахарный ребенок» описывает лагерную жизнь Стеллы и жизнь в ссылке в Киргизии так пронзительно точно, что дает представление об эпохе 30-40-х годов XX века практически исчерпывающе. Помогает пережить трудные годы, твердая уверенность в том, что хороших людей вокруг все равно больше, чем плохих. Надо только, чтобы твоя обида на жизнь их не заслоняла. Еще восхищает умение мамы Стеллы всегда оставаться в добром расположении духа и находить время для рассказов о декабристах, о Жанне Дарк, для чтения Гоголя вслух, а главное – удивительная способность литературы делать жизнь исполненной смысла и творчества. И еще одна причина, дорогие слушатели, прочитать «Сахарного ребенка» Ольги Громовой. Автор приедет к нам на всероссийский семинар, проводимый нашим факультетом 18 апреля. И у вас будет чудесная возможность увидеть автора хорошей книги «Сахарный ребенок» Ольгу Громову. До новых встреч! Дай почитать!